в пространство детской реализации. Это способ достижения дидактической цели через детальную проработку проблемы, которая должна завершиться реальным практическим результатом для детей. Проектная технология основана на деятельностном подходе, который говорит нам о том, что ребёнок является субъектом образования, то есть он сам активно совершает шаги для того, чтобы добывать знания, необходимые ему, для решения поставленной проблемы, для выхода из той проблемной ситуации, которая создалась, собственно, из-за которой и формируется весь проект. Проект, который был разработан, называется ИКТИ, он посвящён конструированию, и он содержит пояснительную записку, в которой есть несколько пунктов. Первый — это актуальность, это ответ на вопрос, почему актуально заниматься именно этой темой и какой развивающий потенциал у неё есть. То есть, Елена Владимировна, вы раскрываете паспорт проекта, да, который разработали? Да, паспорт проекта. Здесь мы прописали сведения о том, почему нужно заниматься именно этой темой. А дело всё в том, что, покидая стены школы, дети в основном не могут определиться с выбором профессии, и наша задача, задача воспитателей, начинать давать элементарные знания сейчас, для того, чтобы немного сориентировать детей. И для этого мы выбрали конструирование, обоснование темы проекта. Здесь мы отвечаем на вопрос, почему выбрана именно эта тема. Так как наши современные дошкольники живут в эпоху компьютеров, гаджетов, роботов, нам нужно в соответствии с этим выстроить и нашу работу. Нам необходимо развивать техническое мышление и аналитический ум детей. Сделать это можно, если использовать конструирование. Конструкторская деятельность — это создание предметов, построек из отдельных названий, из отдельных частей и деталей. О развитии конструкторской деятельности дошкольного возраста писали Фрёбель, Подьяков, Холмовская, Миренова, Парамонова, Пуцакова, Петаос, Бессонна, Азнабаева. Конструирование в дошкольной образовательной организации — это способ развить у детей творческую и исследовательскую активность, развить умение наблюдать и экспериментировать, но при всём при этом, используя совместную деятельность детей на занятиях, как принято это называть, и занятия их свободной деятельности, можно также давать им различные сведения о профессиях. Если вот это всё совместить, то мы сможем достичь поставленного нами результата. Проект рассчитан на аудиторию детей 5-7 лет в продолжительность с сентября по маль, то есть долгосрочный проект. Отлично. Цель нашего проекта — способствовать развитию конструкторских навыков детей через создание необходимых психолого-педагогических условий, среди них развивающая предметно-пространственная среда, работа с родителями, законными представителями и разработанное календарно-тематическое планирование. Мы поставили задачи, связанные с развитием детей. Это развитие конструкторских навыков, развитие представлений о труде взрослых, развитие познавательной сферы детей через сообщение новой интересной информации, связанной с конструированием. Ребёнок благодаря этому получает новые знания из области технологий и науки. Также это математика. Ребёнок, не замечая, усваивает устный счёт, состав числа и производит простые арифметические действия. Ну да, элементарные основы математики. Да. Это искусство, создание собственных дизайнерских построек. Это развитие речи. Вот ещё что особенно важно. Создаются ситуации, где ребёнок рассказывает о том, что он строил. И переходите, Елена Надеевна, к выводам. У нас с вами 30 секунд остаётся. Таким образом, я считаю, что если проводить всю эту работу систематично, планомерно и подойти к ней серьёзно, подключить, конечно же, родителей, прописать для них прямо конкретные пункты, связанные с их деятельностью, мы сможем достичь положительного результата. И дети у нас будут уметь и конструировать, и будут осведомлены о профессии. И продукт? Продукт нашего проекта – это разработанное календарно-тематическое планирование, 36 занятий на весь год, также схемы построек на весь этот год. И мы подобрали художественное слово по всем темам проекта. И также, что особенно важно, это переделанная среда, готовая... Обогащённая, да? Обогащённая. Развивающая предметность, пространственная среда, готовый уголок конструирования, где собраны разные, разные виды конструкторов. И видеоролик загружен где? Видеоролик об этом загружен на канале кафедры. На ютуб-канале. На ютуб-канале. Хорошо, ваш экзамен принят. Благодарю. Ждите оценку.